Собаки из деревни Гущино Андреапольского района вновь главные герои резонансной истории. Напомним, первый раз общественность обратила внимание на этот населенный пункт благодаря тверским зоозащитникам, которые были обеспокоены незавидным состоянием животных. По словам волонтеров, которые приехали туда впервые в 2018 году, многие собаки на тот момент были исхудалы и покалечены. Несмотря на бурю негодования, питомник, как сам владелец называет это место, продолжил работу. В этот раз общественность поднялась на дыбы из-за истории, произошедшей в Москве. Там животные, запряженные в повозке, катали горожан и гостей столицы в парке Измайлова. Аттракцион закрыли, но после этого в Тверскую область приехали столичные зоозащитники. Что произошло и почему Хаский парк теперь закрыт и по всем по порядку Мария Шалованова. Она стоит без лишения. Это кошмар какой-то, они рвутся с этих купляшек уже давно. Она уже рвется, посмотри, ну сколько может собака стоять. Собака сколько может стоять в таком виде на холоде, голодные, они не кормлены. Причется собака, дрожит вон уши, дрожат. Да как она сейчас падала. После публикации этого видео нашу редакцию завалили сообщения от жителей Москвы с просьбами помочь собакам. Эмоциональные письма мы получаем до сих пор. Собаки, которыми оказываются услуги, жителям города, особенно детям в ужасном состоянии. В трех метрах детская горка, на которой катаются дети с родителями. Собаки голодные, грязные, вонючие. Собаки проживают тут же, на территории парка. Запах, который исходит от этого места, ужасен. Собаки сидят на цепи длиной всего не более 40-50 сантиметров. Тут же исправляются, тут же лежат ящики с их кормом. Фаршем с сильным запахом гнили. Собаки жутко голодны. Шерсть собак, которая отражает качество кормления и состояние животного, ужасающее. Нам очень важно знать, что и как человек содержит собак. Они находятся там, как в концлагере. Резонанс в соцсетях очень большой. Просим нам помочь и содействовать в его привлечении к ответственности. На такой призыв о помощи не смог не отреагировать глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, депутат Госдумы Владимир Бурматов, который держит на постоянном контроле подобные случаи. Специально для нашего канала он дал небольшое интервью. Хаски продолжают содержаться в ненадлежащих условиях и в других регионах Российской Федерации, в частности, в Тверской области. И, безусловно, в этих вопросах надо ставить точку, потому что сейчас принят закон об ответственном обращении с животными. Трактование жестокого обращения с животными расширено. И не должно быть таких фактов, когда под видом питомников, передержек или приютов, чего угодно. По факту находятся учреждения, которые кроме как живодерные или концлагерем для животных не назовешь. Известный Тверской зоозащитник, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев полностью разделяет позицию федерального коллегии и считает, что затянувшаяся на годы история с собачьим концлагерем в Гущине – это настоящее пятно позора для Тверского региона. Поэтому он также поддержал инициативу Владимира Бурматова по закрытию хаски-парк в Измайлове. Однако, как стало известно, собаки после закрытия вернулись обратно в деревню Гущина Андреапольского района Тверской области. Именно туда, вслед за животными, отправились столичные зоозащитники и волонтеры. В их числе была Елена Богачева, автор записи из парка Измайлова, где и базировались ездовые собаки. Москва его закрыла, уже абсолютно доступ вообще ко всем этим аттракционам, они проводиться уже не будут. Это жестокое зрелище. У нас дети проходили потом психиатрическое лечение, приходили к психиатру, потому что после увиденного в упряжке этих собак они не могли спать. Они просили родителей выкупить этих собак, помочь их спасти. Первым местом в Гущине, которое посетили активисты, стал коровник, в котором еще совсем недавно обитали десятки животных. У нас еще сохранились видео с прошлых поездок, где видно реальное количество собак и условия их жизни. Сейчас коровник пуст, хотя волонтеры говорят, что вероятнее всего собак убрали отсюда совсем недавно, как раз к нашему приезду. Собаки там были до недавнего времени, потому что остались именно свежие их следы пребывания. То есть видно, что буквально вот их недавно куда-то, может быть, увели, перецепили. И, конечно, там это ужас, то есть вот разложившиеся там уже какие-то шкуры с черепом. То есть это видно, что это именно останки собаки. Это зрелище невозможное. То есть один раз зайти, это вот как пещера ужасов, как там можно держать собаку каждый день туда приходить, это непонятно, это невозможно. Далее волонтеры направились в поле, где содержится большая часть животных. Но хозяин псов оказался против подобных перемещений. По его словам, эта территория находится в его собственности. Тогда как документы, которые были у волонтеров, подтверждают обратное. Из них следует, что земля эта колхозная, а Николай Рудаков произвел самозахват. Это моя территория, потом будем разбираться. Это моя территория. Сейчас полиция приедет и будем это как-то. Вот приедет, тогда я буду быстро заходить. И полиция действительно приехала. Но только по другому поводу. Зафиксировать нападение на одного из волонтеров хозяина собак. Этот момент не полностью, но все-таки попал на камеры других зоозащитников. Я просто шла и снимала видео. И неожиданно со спины мне был нанесен удар палкой по голове. Я упала. Потеряла сознание. Конечно, это совершенно неожиданный был поворот. И, честно говоря, я очень испугалась. Я думала, он нанесет второй удар. Но были люди, и в том числе было семь свидетелей. И вот это ему помешало. Ну, конечно, я считаю, это дичь просто. По словам Кристины, Николай проявляет агрессию не только в отношении людей, но и собак. Из-за ненадлежащего отношения к своим питомцам он был пожизненно дисквалифицирован. Федерация ездового спорта России и в гонках участие принимать не имеет права. Он позиционирует себя как заводчик породистых собак, хасок. И у него в питомнику, он говорил, на 170 голов. Это он нам рассказывал буквально на той неделе, именно в Москве, в парке. Не говорил о своей дисквалификации, что он продолжает числиться среди Федерации ездовых собак и ездового спорта. Хотя он дисквалифицирован именно за жестокое отношение к собакам. Жестоким обращением по новому 498-му федеральному закону о защите животных являются в том числе и ненадлежащие условия содержания. Это не отрицает и сам хозяин. Это условия, я согласен, что совсем не от тех. Но эти собаки находятся на личной территории. Это личная территория. Ну, в общем, все происходит так, как есть. Но нет ни одной собаки, ни травмированной, ни ухоженной. Каждая есть, ну, хоть какое-то место. Вот. Ну, как-то вот так. Но оно не очень хорошее, согласен. Я более несчастный, нежели эти собаки, потому что каждую собаку нужно кормить. И по его словам, собаки должны зарабатывать себе на пропитание сами. А вот что происходит с теми, кто не смог добыть себе деньги на корм, он не уточнил. А коммерческие у собак как-то используете? Слово коммерческие нет. Для выживания, да. Чтобы кормить эту стаю, стая должна честно работать. И что вы делаете? Как она работает у вас? Она бегает в упряжке. Бегает в упряжках. А где? В Москве. При этом общее состояние собак, которые, как выражается их хозяин, честно работают, зоозащитники оценивают как крайне неудовлетворительное. Они должны опять-таки соответствовать медицинским показателям по своему здоровью, по мышечной массе. Здесь полное отсутствие вообще у собак именно мышечной массы, за счет которой они должны тянуть эти сани. У собак торчат не просто ребра, у собак торчат кости тазобедренные. Что это вообще не должно быть. Они именно истощены, измождены. Даже вот в таких условиях это ненормально. Зная, куда едут волонтеры, привезли пять больших мешков корма. Но даже чтобы покормить собак, должны были просить разрешения. Разрешите нам, пожалуйста, покормить их. Нет. Почему? Потому что это фарс. Знаешь, что такое фарс? Мы не будем это снимать. Мы не будем это снимать. Мы не будем, я вам клянусь. И только после того, как наша камера была выключена, а телефоны зоозащитников убраны, Николай разрешил покормить своих питомцев. Наша съемочная группа также приняла участие в кормежке. Собаки просто на лету хватали миски, дрались за каждую упавшую галету. Такая же реакция у них была тогда, когда волонтеры кормили их в Измайловском парке. Замороженные, непонятно что. Животные хватают это все просто на лету. Это можно объяснить, вот это поведение истеричное, именно истеричное, что собаки не получают полноценный рацион, и то есть нету режима вообще питания. Потому что когда животные знают по времени, что их будут кормить, да, конечно, они проявляют какие-то эмоции, но у них нет вот этой истерики околтелой, когда они вокруг машины, вот которые без привязи, запрыгивают, и им все равно, они не нюхают, что им дают. То есть вот 100 килограмм разлетелись моментально. Уезжая, волонтеры были рады уже тому, что хотя бы в этот день собаки были сыты. Но что будет с ними дальше, пока ответа нет. Но зоозащитники не собираются оставлять эту ситуацию. В планах снова обратиться за поддержкой к депутату Госдумы Владимиру Бурматову, а также написать повторные заявления в правоохранительные и административные инстанции. Мы продолжим следить за развитием событий.